Представители Парламентской Ассамблеи Совета Европы сегодня прибыли в Ярославль. Высокопоставленную делегацию интересуют прежде всего политические и экономические изменения, произошедшие со страной после присоединения к Совету Европы в 1996 году. Причем не только в столице, но и на уровне регионов. Когда я была мэром, я поняла, что демократия начинает прорастать на уровне городов. И мы прибыли сюда, чтобы начать подготовку нового доклада по мониторингу. Мы приехали не учить вас и не читать вам лекции. Мы хотим услышать вас и узнать, с какими трудностями вы сталкиваетесь при создании и подписании новых законов. Докладчики ассоциаций посещают самые разные регионы. Помимо Ярославского, это, например, Татарстан, Мурманская и Нижегородская области. Проект будущего доклада уже разработан. Со всеми уточнениями, появившимися после поезда к делегации по городам России, он будет представлен на октябрьской сессии парламентской ассамблеи в Страсбурге. Сегодня в ходе подготовки этого доклада мы обсуждали различные вопросы. Например, говорили о правах человека и гражданском обществе. Но мы не концентрировались на одном аспекте, а рассматривали их все. Я с интересом отметил плюралистический политический ландшафт города. И это надо не только не терять, но и развивать. В Москве, например, его не достает. За закрытой для прессы дверью европейские гости почти два часа обсуждали с ярославским губернатором, председателем областной думы и представителями правоохранительных органов самые разные вопросы. Несмотря на то, что объяснялись на разных языках, договориться удалось. Я считаю, что мы нашли общий язык, мы нашли понимание. А вот, что называется, идеализация отношений, она не должна быть. Должно быть какое-то всегда развитие отношений. Я думаю, мы сможем достигнуть этого у нас на земле Ярославской. Мы один из этапов их большой работы. Надеюсь, что мы продемонстрировали полную открытость. А именно такая задача стояла перед нами, поставлена нашими старшими коллегами из Федеральной думы. Мы открыты, мы готовы к сотрудничеству, мы готовы к обсуждению. Мы молодая демократия и, соответственно, у нас, может быть, есть ошибки, но нам нечего скрывать. Видимо, есть что скрывать мэру Ярославля Евгению Урлашову, по крайней мере, от облдумы. Во время посещения европейской делегации кабинета городского главы, зампреда думы, он туда не пустил. Скандал стороны прокомментировали по-разному. За Яшникову нельзя было поприсутствовать, потому что это закрытая встреча. И он встречался до этого. И здесь люди хотели раскрепощенно говорить. Нужно слышать разные точки зрения. Так вот, разные точки зрения удобнее высказывать, когда у тебя комфортно и ситуация. Вот возникают просто какие-то недомолки и все. Я не привык к таким отношениям, это просто возмущение. И кроме слов возмущения, что это обычное хамство, никакая не демократия, можно ничего сказать не могу. В завершении встреч политических комиссию ждет программа «Культурная». Делегатам показали тысячелетний Ярославль. Екатерина Бубнова, Олег Лушников. День в событиях.